всем привет друзья с вами любопытный геймер мы продолжаем играть dark souls 2 color of the first in edition как видите я немножко точнее разгул немножко изменился со времени последнего видео днем теперь броня аллы которая как я узнал является чем-то вроде символа протагониста во второй части как в свое время первой части символом протагониста являлась броня элитного рыцаря так вот с этого он лучше чем броня элитного рыцаря с это литвы рыцаря и я решил использовать все таки эту более того я решил ее прокачивать и за кадром прокачал ее до как видите до плюс 6 вот и теперь мне нужны обломки титанита а самые внимательные из вас к кто следил за тем сколько у меня каких вещей было могут видеть что во первых у меня появились новые вообще предметы это на самом деле просто покупки которые я сделал в магазине где там же где у нас продавался с этой литвы рыцаря просто если там еще больше денег потратить то он будет продавать и новые предметы вот собственно суть ах ты почему ай-яй-яй ну ладно в общем суть видео в чем мне нужны обломки титанита и хорошая вещь хорошая ситуация в том что я блоки титанита их дают за сражение в колокольне то есть я вступил в квинанса звонарей потому что я не увидел никакой прелести в том чтобы состоять в кавинате синих рыцарей меня ни разу никуда не призывали у меня не получилось никуда призваться возможно я просто чуть не додумал вот а в квинансе звонарей я состояла раньше портил кровь и нервы другим персонажем ну и сам тоже развлекался как мог вот и теперь поскольку мне нужны обломки титанита для того что для того чтобы апнуть и лук и катану и может быть рапирую и сет алвы мне нужно очень много этих обломков ну и собственно вот теперь я надел кольцо я в этом сети он чем он хорош он очень легкий он из средней брони самый по моему легкий который мне встречался лучше ну я так понимаю даже получше чем сет рыцари хейда я попробовал выбивать это просто ад какой-то на самом деле ну как видите я не апался вообще со времен прошлого видео ну то есть как видите вот видите то есть я не поднимал уровня вся куча душ которую которую я получил там убивая этих рыцарей хейда несчастных еще здесь побегов вот все она ушло на самом деле кузнецу так что вы ничего не пропустили абсолютно ровным счетом из геймплея конечно вот а данное видео она будет собой представлять нарезку сражений пвп если я все-таки дождусь когда меня призовут вот а в остальное время я буду бегать и валять дурака поэтому поэтому такое вот будет видео ну мэг держись у нас все карлики в строю кто интересно нам на этот раз попадется а хочу сказать опытный ли это игрок или какой-то новичок здравствуй друг кто-то конечно же в броне ну здравствуй здравствуй да 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 я тоже так могу нет ну что думаешь я дуэль на луках ага ну давай давай на нормальное пространство выходи а то сейчас придет другой чувак и тебе просто тоже накрячет давай кинем чего-нибудь бьерн бьерн давай бьерн ой валить числом нет как конечно честный бой это не для нас бьерн оу ну кстати сказать бегая по башне луны я сейчас почему с ней в ней бегаю потому что при таком раскладе на меня могут тоже напасть другие игроки которые пасут башню луны то есть если я их смогу победить то я я также получу награду то есть тот же самый обломок титанита ну я не знаю да вот он серый дух к нам вторгается вот он ах чё это у тебя там с оружием здорово топорик у тебя да ага давай давай как колдуй а вот вот а вот 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 да блин не успел да чё ты маш я до тебя еще доберусь хотел одно место просто показать вот как туда попасть на самом деле ничего сложного просто я когда проходил игру этого не делал вид карлуша как что меня достал то это странно ну смысле не как-то мне надоело просто вот сюда можно прыгнуть здесь сундук где лежит кольцо синим камнем она называется здесь кольцо синим слезным камнем это кольцо которое было практически в самом начале игры можно было достать в первой части я доставал там где был черный рыцарь когда он нам не по зубам можно пока просто его выманить можете посмотреть там в одной из первых серий по моему серии может в пятой да блин что ты у нас немножко поменялся формат видео я решил его озвучить отдельно потому что записывал я это вообще в такой момент когда особо потрепаться было нельзя ну вот как видите я перебрался в другую башню в башню солнца а башня луны там где я был до этого а это башня солнца и вот мы значит караулем всяких негодяев так стоп а это по-моему да в данном случае я являюсь тем кому вторгаются то есть мне помогает белый фантом на самом деле вот эти белые фантомы это такой нарушение можно сказать баланса довольно существенная потому что у них вообще какое-то нереальное количество жизней а вот и если допустим наш мир вторгаются серые фантомы то для них большой проблемой на самом деле является именно сражение с белым фантомом довольно суровое испытание но в принципе его убивать не обязательно если они как в данном случае нападут на меня коллективно то в принципе этого будет достаточно я пытаюсь отбиться но три человека это уже как-то мне не по зубам конечно есть игроки которые способны и разобраться и с троими так ну здесь уже инициатива на нашей стороне мы вторгаемся к игроку тага я честно говоря не помню уже что происходит в этих нарезках и заранее не могу сказать но здесь у нас нам помогает фантом нпс охранник один из стражей вот этот как раз парень с джевелинами это арбалеты многозарядные вот он вообще-то стоял наверху но заради такого дела он готов был видимо спуститься я честно говоря не знаю на что вот надеется человек сейчас переиграть меня по тактике то есть он старается маневрировать таким образом чтобы не получить от арбалетчика на самом деле у него довольно неплохие шансы меня завалить дело в том что здесь чем больше затягиваешь бой тем больше вероятность что присоединится еще один серый дух и тогда станет уже намного неприятнее то что он с арбалетчиком то может разобраться это никто не сомневается но тянуть время это не ему на руку а мне на руку на самом деле я не знаю вот есть ли если в игре кто-то кто сознательно отказывается от использования кольца кларанти да ну вот тут уже тут уже все кончено так и следующий анеквити я не знаю что значит ваши ники ребят ну то есть мне понятно если кто-то называет себя king of heroes здорово а не будем тянуть время в этот раз надеюсь ты от меня не побежишь ну то есть нет я уже представляю примерно как будет происходить бой ну это довольно опасный противник точнее у него довольно опасное оружие вот этот вот меч ну не знаю мне кажется одним из самых суровых огромных мечей несмотря на то что он ну по факту самый первый который из них можно добыть ну наряду наверное с мячом преследователя если конечно сразу озаботиться оживлением того чувака который меняет предметы на души боссов ведь меч преследователь он относится к великим мечам вот это вот кстати я не очень хорошо помню ну по виду да по виду да вот но тут конечно баланс сил не очень потому что у меня очень быстрое оружие а он вынужден меня атаковать потому что ну вот этот видимо хорошо понимает что если он будет тянуть резину то вот и собственно да случилось то что случилось приходит еще один серый дух он старается подготовиться ко встрече сразу с двумя но на самом деле вот есть ну да да здорово леви нам или как там есть такая тема в пвп dark souls 1 2 там не помню где он соус был против пвп вот да и bloodborn люди приходят чем бишь я хотел сказать а ну да то есть соблюдают некий кодекс чести вот еще один товарищ в броне демона из плавильни полностью и с таким хуровым топором вот это чувствуется игрок такой опытный но здесь на него сразу двое нападают ну с другой стороны вот этого левина адама он сразу отправляет на тот свет и остаюсь вот я меня спасает только маневренность потому что вот он видите пытается и парировать меня чтобы уж наверняка сразу грохнуть потому что я думаю что если пройдет парирование то мне хватит одного удара так вот насчет кодекса чести он конечно соблюдается некоторыми игроками вот но я думаю что такая штука сомнительная dark souls он как бы вообще не про честность то есть вот например если я вторгаюсь в мир игрока в виде красного фантома или вот еще хуже вот это вот занудство да вот эти вот вот колокольни вот эти вот башни луны башни солнца я вторгаюсь в виде серого духа там и могут вторгнуть и другие игроки в виде серых духов вот и я не знаю кем нужно быть чтобы обижаться на то что игрок пытается полечиться с другой стороны мне непонятно кем нужно быть чтобы обижаться на то что во время лечения тебя начинают убивать да ну вот я разделался и с этим минотавром импровизированным тут неплохо смотрелся аутентично в этой броне вот новый новый бой вот это вот игрок прям совсем такой опытный он учитывает даже то оружие которым пользуюсь я я так понимаю статичное пламя было просто фаербольчиками меня пошвыряться решил но это не так уже это уж совсем надеется что я на такое поведусь нет тут выходит нам на помощь вот этот вот товарищ но вот этот игрок он очень круто маневрирует у него не так много жизней на самом деле я вот не вижу по моему у него броня то тоже такая как а нет другая какая-то он очень хорошо маневрирует и успевает лечиться то есть он за вот этот вот бой он там полечится по моему раз шесть что ли вот и он очень удачно избегает столкновения сразу с двумя то есть вот этот вот фантом который NPC он где-то бродит там по кустам то есть он удачно его вот этими слуховыми окнами отсекает и тот куда-то там теряет направление и больше его не преследует а от меня он все время стоит в защите и удачно контратакует когда там я попадаю в щит а он достает меня мечом и это при том что меч у него заточен на электричество вполне возможно что у него меч рыцарей хейда который изначально электрический урон имеет а может быть просто заточка чего-то а нет это что-то по моему полуторный меч он его на плече держит да значит наверное полуторный меч поэтому у него дистанция хорошая вот от этого товарища он просто скипает вот здесь вот кстати можно было прыгнуть сверху наскоком но вот я что-то как-то не рисковал да и он все равно в блоке стоит поэтому я только заработал бы себе лишние несколько секунд стана а здесь то есть он может вполне спокойненько то наносить удары и по чуть-чуть меня снимать жизни потому что у меня то нету заточки на не физический урон то есть я его могу ловить только на этот на открытие когда он открылся вот а он негодяй такой маневрирует еще таким образом чтобы все время держаться ниже меня у него то удар в том числе и вертикальный а у меня только в одной плоскости с рукой то есть рапира бьет прямо поэтому если я буду находиться выше него и сделаю укол то я просто промахнусь а он при этом еще и всадит мне удар вот а удар у него соответственно неплохие вот но собственно вот это противостояние дошло до логического какого-то такого завершения ну вторгается еще один дух меня почти меня почти меня почти выносит то есть вот если это будет продолжаться в том же духе то то мне ничего не светит но появляется 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 тот товарищ против которого матчап очень невыгодный наш вот этого рогнал 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 с мечом преследовали как раз и снова рогнал снова рогнал второй раз подряд вот он бежит я пытаюсь его столкнуть вот проблема в том что видимо этот рогнал он как бы здесь не фармит он здесь не охотится он просто пытается пройти это место у него очень хорошо получилось в первый раз но сейчас он попробовал тактику просто пробежать тупо то есть надоели эти мне уроды видимо я не знаю он какой тут какой тут он раз я не знаю но видимо он его раздражало что он потерял очень много времени в попытках пройти это место так вот собственно в этой серии будет еще один маленький такой маленькая вставка здесь я вот этот участок пропустил железной крепости то есть это место над самой моей нелюбимой вот этой частью где кругом кругом лава 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 там еще сверху опускается такой периметр квадратная такая платформа на которой еще стоит лучник вот и я отходил вот на этом же уровне где стоят всякие эти черепахи вот ходил я ведь и наверх на запись и там я встретил как раз вот место где можно ключ камень фароса вставить но там очевидно просто еще одна лужа то есть я понял что вот это место где перед вот этим фаросом стоит ну то есть такое углубление в полу вот это значит что он там просто нальет лужу которая видимо там я не знаю хилит что ли она или делает вот и никто не советует этот ключ сюда вставлять ну и собственно логично потому что я вот вставил и я ни разу туда просто не смотался потому что ну блин это не нужно совершенно тем более что там есть этот во первых туда добраться довольно сложно там прыгать надо через пропасть а я прыгун то тот еще ну а во вторых зачем там просто костер рядом и там восстановить можно все это дело за нефиг делать ну вот и вот если идти подниматься по лестнице наверх то здесь у нас вот такая вот площадка где стоят аж три лучника то есть вот так вот если если просто так по наиву так выскочить туда то я не знаю шансов то очень мало остаться в живых потому что ну и вот парни они своими стрелами просто затолкают тебя вниз в пропасть и там потом еще тоже стреляют сверху вот что хорошего в том чтобы пойти сюда на самом деле очень много хорошего дело даже не в том что вот этих вот чуваков то убиваешь да кстати я не помню говорил ли я или нет я выбил с них то есть я старался с них выбивать черную катану то есть я я постоянно твердил им парень дай мне катану дай мне катану ну собственно потому что с них она падает то есть я выбил какое-то нереальное количество сетов с этих чуваков ну то есть и с этих и с обычных то есть вот эти вот какие-то капитаны вот ну тут много осколков титанита получилось с них что-то видимо с одного что ли так упало ну вот вот большая секира темного рыцаря это мне в сундуке попалась то есть в принципе там и топор неплохой но я топорами как-то вот в этом прохождении не очень хочу пользоваться я больше по мечам вот ну и собственно да я я уже говорил по-моему что я собираюсь пользоваться большим мечом темного рыцаря так я вторгся в чей-то април април мун апельская луна ну здорово чувак здорово ну вот это уж совсем как-то жестко вон с алебардой алебарды я не люблю вот почему не люблю алебарды во-первых они очень очень стремно выглядят ну мне не нравится тип оружия ну кривенький какой-то вот чисто внешне вообще как-бы он так темный дух вторгается который которого зовут пожалуйста заметь меня я думаю если если он меня будет бекстебить то я его обязательно замечу ну так такая опять позиционная борьба чувак полечился я не возражаю когда люди, к которым я вторгаюсь, лечатся. По-моему, это правильно. Если у него есть возможность полечиться, то он лечится. В альтернативу этому у нас есть баланс о том, что может еще и другой дух. Вот, пожалуйста, серый дух, еще один. Габриэлла какая-то вторгается к нам. То есть все же сбалансировано. Вот, кстати, он, этот темный дух. Он стоит прямо здесь, и я его опасался. На самом деле он, видимо, я не знаю, воерист какой. Или я не знаю кто, но он пришел посмотреть. Возможно, он, вторгаясь здесь, он хотел вторгнуться в мир того чувака, который пытается пройти вот эту вот башню солнца и помочь серым фантомам. То есть, наоборот, еще больше осложнить им жизнь. Вот я знаю, есть люди, которые в качестве темных фантомов вторгаются в миры тех, кто проходит башню, и им помогают, а потом просто скипают. Ну вот, товарищ, который Эйприл Мун, он нашел верную тактику. У него алибарда была только на физический урон рассчитана. Ну и он понял, как бы, что меня уничтожать бесполезно ей. Но он, видимо, это поздновато понял. Он нарвался на залп стрел. Я попытался фантом. Но я уже понимал, что он меня не собирается убивать. Он просто ушел из моего мира. Ну так вот, он взял топор со стихийным уроном, с электрическим. Вот, и который вполне мог пробивать мою защиту. Ну, как бы, у меня, по-моему, сейчас поставлен, если я все правильно понимаю. Ну вот, пытался вторгнуться, да, и просто не успел. Если бы успел, успел бы только на поминки. Вот, у меня, по-моему, поставлен драконий щит. Да, точно, драконий щит у меня поставлен. И он, как бы, все равно пропускает немножко урона. Он, по-моему, не 100% блочит, а 90%. Вот, ну, тем не менее, это такой слишком серьезный блок. А я постоянно в щите. И из-за щита могу кое-как, но наносить удары. Вот. Ну и, собственно, он взял стихийный урон, выбрал. И у него все очень хорошо получалось с этим топором. Но он попал и на мой удар. То есть, я его своим ударом немножечко застанил. И ему прилетели еще стрелы от этих... От карлуш. Ну, и все. Вот. Вот это вот, кстати, та часть уровня, где вот такая винтовая лестница вниз. Как раз от того места, которое я больше всего люблю, где там платфуты вот эти обваливающиеся и лучник наверху. Вот. И винтовая лестница в очень узкое место, где там стоят эти черепахи. И нас прямо в коридоре пытаются валить. Вот эти вот два гаврика, которые стоят вверху на балке. Если мы проходим чуть-чуть подальше, они спругивают оба и зажимают нас в тиски. Вот он второй. Вот. Ну, соответственно, им деваться-то некуда. Им прыгать сейчас нет смысла, потому что они меня просто не достанут никак. То есть, алгоритм им уже не прописывает перемещение в такие дебли. То есть, он мог бы спрыгнуть вниз, пробежать там по уровню, забраться опять туда, куда я забирался, откуда я спрыгнул. И прыгать там сверху, пытаться обрушиться на меня там под дождем возмездия. Вот. Но сейчас уже начинается просто вообще самый-самый лютый акробатик. Может помочь в дальней бою. Ну, понятно, да, может помочь. Я просто их еще и дальше, из более дальнего расстояния расстрелял. Вот. И, собственно, у нас вот после этой балки остается только одно место, куда нам можно деваться. Это вот этот вот опасно висящий котел. То есть, вот здесь вот допрыгнуть. Вот даже не думайте просто здесь прыгать. Здесь не допрыгните. Потому что здесь скатиться нельзя. То есть, кувырком мы не докатимся до туда. То есть, он, скорее всего, рухнет. Ну, то есть, мой глазомер подсказывает мне, что если здесь сделать кувырок... Так, у нас Сноу Би. Снежная пчела. Мир персонажа. Мы штурмуем. Вот. Там надо именно на котел. А вот, смотрите. Он призывает странствующего мечника Эйдола. Вот. И это уже просто... Просто жесть для меня. Потому что... Я почему и как бы не особо спешу туда. Потому что это как бы уже... Очень, очень бесперспективно пытаться... Пытаться грохнуть этого чувака. Который находится под прикрытием белого фантома. Вот. К тому же, этот чувак не особо рвется наверх. Знаю, что я могу его попытаться столкнуть сверху. Прямо с башни. Когда он будет забираться. Ну, я пытаюсь немножечко так это... Поцарапать его фантома. Но мне это быстро наблюдает. Я решаю, что... Лучше рискнуть и... Отправиться на тот свет, чем... Позорно кемперить где-то там из-за... Слуховых окон башни. Царапает черепицу на этом великолепном здании. Так. Ну, парня. Топор заточенный на... Магию. Я не знаю, что делать. Я просто пытаюсь убежать. Но это заранее провальная затея. Я на самом деле бежал для того, чтобы меня добили хоть как-то. Да-да. Ты машешь рукой. Я бы тоже так помахал на самом деле. Вот. Можно. Можно здесь, в принципе, неплохо фармить с этими фантомами. То есть, приходить сюда вызывать фантомов. Вот на самом деле, вот как только я дошел сюда, сразу начались призывы постоянные. Такое ощущение, что игра пытается меня сдернуть прямо вот с самого-самого опасного места. То есть, пока я стою внизу, меня никто не собирается призывать. Вот. И как вот сюда, это на самом деле очень рискованная затея. Видите, там скелет в этом, в котле. И на скелете есть какой-то ништяк. И вот я прыгаю, и прям вот тютелька в тютельку, да. И здесь у нас, на самом деле, очень важный артефакт. Это кольцо с золотым змеем. Если вы помните первую игру, я и в первую игру его находил. И вот видите, что я сделал? На радостях. Вот. На самом деле, когда я стоял наверху, над котлом, я думал вот о чем. Я думал, что елки-палки, у меня же есть косточка возвращения. Зачем мне вот пытаться там упасть, ну, там, спрыгнуть аккуратно вниз. У меня там сколько-то душ было. Я вот сейчас уже не помню. Вот. У меня было много душ, и я не хотел рисковать, и траля-ля, и вообще все очень было плохо. Но я увидел в котле вот этот вот предмет и подумал, что достать предмет, это интереснее, чем сохранить там сколько-то тысяч душ. Даже если там их 30, по-моему, было, что ли. Вот. Ну, вот за этих вот ребят неплохо дают. Ну, сейчас будет вообще очень быстро, на самом деле. То есть, я говорил недавно, что есть опасность, что тебя столкнут. А, нет. Это, наверное, другой бой. Да, вот там. Баренек. Забегает. Поднимается. А, да. Именно так. Так и было. Это мой двойник тоже в этом. Ай. В сете Алвы. Ну, то есть, это было очень быстро. Вот. Ну и, собственно, я хотел уже косточку возвращения использовать, но решил, что пес с ним достану. Достану предмет. Не пожалел, что достал этот предмет. Но... На радостях решил спрыгнуть. Что-то забыл про косточку возвращения, решил спрыгнуть и умер. Но потом я... Это уже, по-моему, в записи не будет видно. Я потом вернулся туда и души забрал. И уже... То есть, мне пришлось еще раз прыгать на этот несчастный котел. Вот. И я забрал души. Ну, это уже вот было. Тоже. Опять, кстати... А, нет. Это был другой. Это был другой товарищ. Другой игрок. Вот. Но... В похожем сете. У того был топор. У этого был молот кузнеца. Молот мастера он называется. Ну, вот... Такой... Снова... Снова... Снова такой агрессивный тяжелый билд. С не тяжелыми... Не особо тяжелыми доспехами. Вот. Ну, здесь просто такой... Такая банда пошла. Просто они... Они целой стаей на него нападают. Ну, в смысле, как они. Мы. Вот. Ему остается только от нас бегать. Я не знаю, чего... Чего он надеется добиться. Если убежать. Видимо, просто там... Выжидая правильный момент. Но... Ну, нет. Все-таки Артур. Нет, Артур. Нет уже Артурушка. Но... Я тебя пожалел. Конечно. Я отвесил ему церемониальный поклон. Потому что... Против троих соперников... Это, конечно, без шансов. Там, наверное, и против меня шансов особо не было много. Потому что... Вот такой чисто силовой билд. Он против... Ловкача. Это... Это очень плохо. Вот. А вот это вот пример... Такого... Сурового матча. Когда... Я не помню, сколько тут... По-моему, пока я один серый дух здесь. Вот. Здесь... Уже идет... Агрессия против... Пришельцев. То есть, против меня. И там, по-моему, кто-то... Кто-то прилезет в конце. Присоединится к нам из серых духов. Вот. То есть, здесь есть белый фантом один. НПС. Вот этот, который с двойными мечами. Бегает. Как у Дарт Мола из Звездных войн. Дурацкое оружие, на самом деле. Собственно, сам хозяин мира, который магией пуляет. И вот еще со щитом розы бегает фантом с копьем. Это фантом уже игрок. Вот. Вот его сложнее обмануть. То есть, если белый фантом носится просто тупо за своим хозяином... Я пытаюсь хотя бы вот этого игрока, фантома, выпилить. Вот. Там какая-то Аня к нам присоединилась. Вот. Ну, этот негодяй, он... Ну, да. Ведь прелесть белых фантомов-то в том и состоит, что... Ну, да. Все. Это был бесперпект невняк. Прелесть белых фантомов в том и состоит, что они могут лечиться. И этот тоже не отчурает с этой способностью. Ну, вот и, по-моему, последний на сегодня файт против Рейнольда Третьего. Но Рейнольду особо ничего не светит. И поэтому я с вами сейчас прям заранее попрощаюсь. На этом серии у нас прервется. Мы будем проходить игрушу. Спасибо вам за просмотры. Ставьте пальцы вверх. Комментируйте в видео. И добавляйте видео в избранное. С вами был Любопытный Геймер. До связи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok